Этот водопровод ведет с Воротниковского водозабора в юго-западную часть города и проходит аккурат под новой дорогой. После реконструкции трасса станет шире в два раза, поэтому коммуникации необходимо перенести в сторону на несколько метров. Еще прошлым летом строители начали прокладку новой трубы протяженностью полтора километра в 10-15 метрах от старой. Сегодня ключевой этап этой работы – врезков действующий водопровод. Сегодня мы начали работать с двух часов ночи, уже выполнили одну врезку, сейчас выполняем вторую врезку. Сложность работы заключается в том, что большой объем воды нужно сбросить, поскольку этот магистральный коллектор обеспечивает водой юго-западные микрорайоны на где-то 80%. Поэтому порядка 2000 кубов воды пришлось сбрасывать. Часть кварталов Старого Оскола пришлось на время отключить от водоснабжения. На сутки без воды остались жители Слободы-Пушкарской и района ЖД вокзала. Частично ограничили подачу в дома центральной и юго-западной частей города. Причем на микро это коснулось только квартир выше пятого этажа. Чтобы эти неудобства для жителей закончились быстрее, строители прикладывают максимум усилий, работают с опережением графика. Проблем на данный момент у нас как бы нет. В тесном контакте работаем с водоканалом, с лаплотирующей организацией. Погоду заказали хорошую, у людей настрой как бы только на победу. Пытаемся как можно быстрее закончить свои работы и дать городу воду. По прогнозам специалистов, врезку завершат ближе к 10 вечера. После этого начнут поэтапную подачу воды. Ориентировочно она начнет возвращаться в дома с полуночи. К слову, вскоре отключения воды ждут и жители северо-восточных микрорайонов. Проект реконструкции дороги предусматривает вынос еще двух труб водоснабжения и двух напорных коллекторов, которые обслуживают новый город. О временных отключениях водоканал оповестит жителей заранее.